Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Сестрички лайв! Завтра у нас уже первый день из школы. О майак! Сегодня мы будем собирать наши рюкзаки. Ну что, ребята, мы будем начинать. Вы пока что подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайк! Ну что, давайте я вам покажу, что мне нужно для школы. Покажу вот с этим рюкзаком. Буду ходить. Я заказала новый, но он еще не приехал. Пока я похожу с этим. Давайте посмотрим, что у меня тут внутри. Тут у меня вот моя вот папка. Это папка с прошлого года. А как папка? Математика, немецкий и все такое. Я приношу в этой папке домашнее задание. Начну я с моего рюкзака. В этом году я купила себе новый рюкзак. Канкин с такими рядышными ручками. Рябки тоже. Сбоку два кармашка. На одной стороне и на другой. Тут у меня такой эталама. Еще один кармак. Сюда я потом буду уложить телефон. Ключи и деньги. И один большой карман. Давайте посмотрим, что там. Здесь у меня мои пеналы. Все. Так, с чего начнем? Папки. Вот такая вот у меня папка. Прошлогодняя. Я там буду приносить в этой папке домашнее задание. По всем предметам. В этом году я иду в сеть мой класс. Пришла я в новую школу. Дальше мои пеналы. У меня целых три пенала. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у меня точилка, линейка, резинка и всякие ручки и карандаши. Вот эта ручка у меня новая. Пластик у меня тоже новый. Точилка у меня новая. Эта ручка специальная. Ее можно стирать. Нам можно писать только такими ручками. Здесь еще ножницы, линейка, цирк. И еще ластик. И клей. Это у нас вот этот пенал. Что там? Здесь у меня цветные карандаши. Эти карандаши можно стирать. Видите, на них ластики. Очень удобно. Я с ними уже рисовала. И новенький пенальчик. Вот такой. Такой разноцветный. Он принимает разную форму, кстати. Можно прямой угольную. Или можно вот так вот даже сделать. Смотрим, насколько он наполнен. Видишь то, что там внутри. Фломастеры. Я просто не знала, куда их положить. Потому что мне нужно было взять вот этот пенал. И потом я их просто сюда кружила. Чтобы не перемешивать фломастеры с карандашами. И так будет удобнее доставать. Вот этот мой старый пенал прошлогодний. Уже весь грязный. И тут вот все исчиркано. Так, я вот такой вот взяла новый. Линевец тут. А сейчас буду перекладывать все тут сюда. Эта ручка мне не нужна. Она грязная и поломалась. Простой карандаш. Но это чтобы рисовать. И тут вот у меня есть карандаши. Сейчас я вам покажу, что я купила из канцелярии. Нам много не нужно, поэтому я немного купила. Лишнего я не покупала. Я взяла вот такие вот две ручки. Они стираются вот. Это лама. Она пишет так. Синим. И здесь есть стиральная резинка. Она стирается. Пишешь. Неправильно. А потом вот. Надо продолжать пока высохнуть чуть-чуть и все. Нам можно писать только вот такими вот ручками. Чтобы можно было стирать. Вот математика вот эта. Нет, математика простые карандаши. А немецкие вот это и остальное, что как мы хотим. Вот это вот черная панда. А это синяя. Лама. Три простых карандаша. Вот это я уже использовала. Тут видно. Я рисовала рисунок. Там еще вот стиральная резинка. Это авокадик. Это моя старая. И это новенькая. Еще мне нужны карандаши цветные. Они еще стираются тут. У них ластик есть. Можно стирать резинкой. Тут 10 цветов. И тут есть ластики у каждого. Вот пенал. Да, это нам подарили в школе. Swiss Volleyball. Там старые карандаши. Надо их вытащить. Вот так они выглядят. Все сточные, смотрите. Эти-то я оставлю. Они будут нужны. И белый. И вот этот тоже понравится. Потому что они еще большие. Тут еще такой маленький зеленый. И сюда я положу новые карандаши. И вот старые еще чуть-чуть. Все. Это ручки-эндлайнеры. Они еще хорошие. Они у меня с прошлого года. Черный закончился. Но там он еще пишет, но не так хорошо. Можно купить отдельно. Я оставлю этот набор. У меня тут еще есть клей. Сюда я сейчас все сложу. Вот клей, карандаши. Они сюда не влезают. Что делать? Ну, придется ложить светлые. Потом, когда я их чуть-чуть поточу, будет уже чуть-чуть поменьше. Можно вот сюда вот. Ой, тут у меня еще карандаши есть. Тут у меня вот эта линейка нам нужна. Вот сюда вот этот вот текстовый делитель. Нам только один нужен. И тут у меня есть этот вот еще мой карандаш был. простой карандаш. Это стержень для ручки. Запасные. Не знаю, можно ли менять или нет эту ручку. И еще у меня тут есть... О, ножницы. Обязательно нужны. И тут у меня ручка. Но эта не нужна. Такая... Тут у меня еще вот. И это вот... Това-то непроминцаевые марки. Короче, который не стирается. Все? Это все выкинуть. Но это нет. Это я оставлю ручки для дома. Он больше не пишет. С пеналами я закончила. Теперь это у меня ланчбокс и бутылочка. Давайте начнем с ланчбокса. Это небольшой такой ланчбокс. Несколько отделений. И вилочка маленькая. Бутылочка вот такая вот у меня необычная. С авокадиками. Очень милая. В эту бутылку можно наливать любую жидкость. И горячую, и холодную. Она удерживает тепло на 12 часов, а холод 24 часа. Как раз можно зимой чаю горячим налить. Либо, когда жарко, что-то холодное. Он такой металлический. Водичка. И тут мне Ксюша разрисовала плюшку. Я себе еще купила вот такой вот ластик. Тоже с авокадем. Положу в пенал. Дальше. Так, тут у меня вот ланчбокс. Новый. Делененький. Вот такой вот. Вот еще есть вилочка. Такая маленькая. Несколько отделений. Давайте я это сниму. Вот такой вот штука. Сюда можно положить орешки, фрукты. Может быть салатик. Покороны, например, взять в школу. Махери. Все. Вот. Тут у меня больше ничего нету. Тут у меня будет лежать бутылка, но я еще не купила. Это мое школьное расписание. Мы учимся с 8.20 иногда рано. Иногда в 7.30. Видите, тут стоят крестики. Это какой-то предмет. Мы не знаем, просто учитель или учитель сам берет и все. Учитель сам выбирает, какой предмет у нас будет. Поэтому я иду в школу и не знаю, какие уроки мне будут. Больше мне ничего не нужно. Все, все равно нам дают в школе. Я себе еще покупаю вот такие вот гвоздики. Они не для школы, а для дома. У меня есть вот такая доска для объявлений. И этим гвоздиком я креплю мои бумажечки. Так, это мое расписание. У меня 12 предметов и 10 учителей. А всего в классе у нас будет 17 человек. И у моего класса теперь есть буква S1B. Есть S1A и S1C. Напишите в комментариях, какая буква у вас в классе. Ну, сюда я еще могу прикрепить разные рисуночки. Здесь цветочки. Всякая ерунда. В этой школе мне не нужна сменная обувь. Слава богу. Красить волосы можно, ногти тоже. И, кстати, нам можно брать свой телефон. Конечно, на уроках пользоваться нельзя. Но мы применим их. Так, ну что, давайте сейчас закупаем это снова обратно в рюкзак. Папочку сюда. Рюкзак очень вместительный. Потом манчбокс. Бутылочка. Жалко, бутылка не помещается в этот боковой карман. Не знаю, для чего он такой маленький. Все, все поместилось. Нигде нам домой не дают. Поэтому у меня все вместилось. Закрываем рюкзак. Здесь застегиваем. И все. Готовим в школу. Я не хочу в школу. Еще мне нужна сумка для спорта. Вот это я сама сделала. На трудах. Спортивная обувь. И спорта я могу пойти, как я хочу. В футболке, в шортах, в штанах. Это я уже потом буду складывать. В понедельник, в обед мне будет спорт. Ну что, я в школу готова. Еще нам тапочки, паточки мои сюда. Я готова. Нет, я не готова. Кстати, моя школа находится не рядом с домом. На велосипеде минут 20-15. Можно ехать на автобусе. На автобусе минут 10. Или на поезде 3 минуты. Ну, нужно дойти до поезда минут 10. Поэтому все то же самое. И дойти потом еще 10 минут до школы. В общем, когда будет погода хорошая, я могу ехать на велосипеде. А если погода плохая, то либо папа, автобус или поезд. Ну что, ребята, наше видео подходит к концу. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Хороших вам каникул, а мы в школу. Пока. Пока-пока.